У кота Чиваса сегодня плановая прививка. Анна Лабушева к ветеринару своего любимца привозит регулярно. Сейчас ему 4 года, а когда было 6 месяцев, сибирскому коту провели операцию по кастрации. Кастрация – это такая плановая процедура, можно так сказать, как мы прививку себе делаем, которая не вредит животному абсолютно. У него состояние здоровья, состояние кожи, состояние шерсти, он стал очень добрым. Это ни на что абсолютно не повлияло. Поэтому я призываю всех быть ответственными за своих животных. Кастрация и стерилизация – это гуманный способ сократить незапланированное потомство у домашних и бездомных животных. Об этом неоднократно говорили на заседаниях недавно созданной рабочей группы, куда вошли и представители власти, и ветеринары, и зоозащитники. Последние активно поддержали программу стерилизации. В управлении ветеринарии отмечают – сознательных сочинцев стало больше. Только за последние три недели было проведено около 300 таких операций. Раньше люди боялись делать это полостная операция. Она, скажем, какое-то животное находится в наркозе какое-то время. А после разъяснительной работы люди с удовольствием идут, делают. И животные после этих операций живут намного дольше. Еще один из способов для домашних питомцев не попасть в список бездомных – это чипирование. В управлении ветеринарии установили на животных уже сотню электронных устройств. Это совершенно безболезненная операция, но очень эффективный инструмент поиска четвероногих. Сканер и считывающие устройства позволяют на расстоянии до 30 сантиметров от животного считывать его индивидуально 15-значный номер. Ну а животные без чипа рискуют навсегда остаться на улице. Более удачливые попадают в городские приюты для животных. Там их кормят, обследуют и обязательно проводят стерилизацию. Каждая собака, которая у нас находится в приюте, она абсолютно социализирована. У нас приезжают люди с детьми, с семьями. У нас дети засовывают руки в вольер, они у нас катаются на собаках. То есть у нас все абсолютно привиты, полностью привыкшие к людям, к общению. Взять животное из приюта – это еще один способ борьбы с безнадзорными животными. В приюте БИМ, например, проводят акцию «Не покупай друга – возьми из приюта». Так поступили Ольга и Тимур. В их жизни появилась игривая и веселая Нюша. Мы, конечно, задумывались, чтобы завести собаку, но я сразу сказала, что мы возьмем собачку из приюта. Со слов директора приюта, Нюша была домашняя собака, и хозяева ее выкинули на улицу. Волонтеры ее нашли и поместили ее в приют, где мы с ней познакомились. Те, кто берет питомца из приюта, помогают не только этому животному. На освободившееся место в большой дом для собак смогут взять другого нуждающегося в заботе пса. В Сочи сегодня несколько приютов для бездомных животных. В планах до лета открыть еще один на бывшей территории птицефабрики в Адлере. Но и он до конца не решит проблему безнадзорных животных. Бродячие кошки и собаки будут на улицах города до тех пор, пока сочинцы не научатся брать ответственность за тех, кого сами же когда-то приручили.